Итак, давайте разберем ситуацию. Я по поводу опыта лечения переимплантида. Это все как бы... У кого-то есть он еще? Есть еще. ПРФ. ПРФ, да? Как у вас получается с ПРФ? Ну, это небольшая эффект. До какого объема? До полный объем. Спасибо. Да. Но это единственное... То есть мы понимаем, что половину длины мы лечим. Дальше это бессмысленно. Доктора, Станислав, вы не лечите переимплантиды? Ну, а чего вы молчите? В принципе, как бы озвучивается... Все то же самое. Это же вот гузеровская методика, и все по ней, по-моему, не лечим. Вы работаете с мембранами в этом случае? При переимплантиде? Да. Ну, в принципе, да, конечно. Но вы помните, да, что там у вас нету налоску теноткосницы, потому что там, если там воспалительный процесс, ее нету, поэтому ее надо, да, создавать. Я не делаю сразу пластики в обуви. Вы пытаетесь сначала решить по консервативным. Я вас... Да. Абсолютно с вами согласна. Это я авантюристка, да, я абсолютно... Вы правильно делаете. Я его, конечно, обрабатываю механически, но просто убираю витки, спиливаю вору. А, вы витки убираете? Да, я витки всегда убираю. Я знаю эту методику, есть очень много приверженцев этой ситуации, я просто вам расскажу. Ну, она просто спокойная такая, скажем, ну, кондовая, да, там, не надо... Почему нет, стоп, она имеет место как бы на существование. Тогда мы же ей пользуемся. Нет, нет, я ей не против, я просто не делаю так, но это, опять же, да, я же это, я не люблю вот это, я делаю так, делайте, как я. Надо делать как правильно, от головы, от того, что там происходит. Просто пришло, в общем-то, со временем. Мне она, вот она у меня работает для... Я просто это у немцев видела. Впервые они показывали, я уже не помню, на каком-то период мы были. И, в общем, они показывали первое, вот что они полностью спиливают в области дефекта. Он тоже сказал доктор, что не возьму, он не уверен, почему он предложил это, что он не уверен в стопроцентной, да, удалении контаминированного вот этой поверхности. И это более надежная история. Ну да, еще можно, ну, в смысле, ну, там тоже есть нюансы. Можно, ну, с кофердамом, если его, там, в лампе удержать, еще и гипохлоридом обработать, такой поверхности смыть. И так, эта методика тоже... Есть, есть, я знаю ее. Да, у нас... В меланиме смотришь. В меланиме смотришь? Да, спасибо. Я просто уже от этой череды забыла, где чего было. Итак, хорошо, мы вот тогда рассмотрели с вами пока только вот такую историю. То есть, как мы лечим воспаление. Если у нас есть вовлечена костная ткань, мы делаем, ну, по сути, да, какую-то направленную тканевую регенерацию с применением костно-пластических материалов. Если это в пределах мягких тканей, то это делается по типу просто зубодесневого такого керетажа, удаление грануляции и поддержка, да, медикаментозная. Да? Теперь, когда у нас атрофические процессы. Кто-нибудь лечит рецессии в области Диснея? Ой, рецессии в области имплантата, извините. А как? Ну, свободный метод трансплантата. А метод какой свободного трансплантата? Это тоннель, карман, все свободным трансплантом. Ну, да, я всего карман. Карман парадский, да, такой? То есть, с небольшим эпидемизированным даже участком, который вот здесь карман. Я поняла, как вот этот вот, как-то он такой, как губик такой. А что, да? Ну, простенький и спокойный. Угу. Ну, как у вас получается? Ну, вы знаете, так по-разному. А почему по-разному? Как вы думаете? Потому что я понял уже, почему. Да? Я поэтому и хотел с вами сказать. Я хочу по-разному. Сейчас будет, наверное, папа. Сейчас будет так, как должно быть. Так, как надо. Я поняла. Только лет по-разному. Вот же, пишу. Мой первый учитель Шторина Галина Борисовна, она очень известный человек, она профессор, парадонтолог, она всю жизнь преподавала у нас в МОПО. И мы с ней в пятнадцатом году поехали вместе на квинтэссенцию. Такая у нас получилась какая-то просто небольшая тусовочка. Мы, несмотря на то, что я уже давно не ее ученица, мы поддерживаем очень, как бы, такие теплые отношения дружеские. И она сидит, смотрит, слушает какую-то лекцию, мы там с ней обсуждаем. Она говорит, ты знаешь, я всю жизнь это оперировала, только сейчас я поняла, почему у меня не всегда получалось. Так что, а ей уже, в общем, как бы много лет, и опыт у нее за плечами огромный парадонтологический. Поэтому, ну, как бы, никогда не поздно начать делать все по-другому. Прекрасно. А если у вас, например, смотрите, у вас есть рецессия на имплантате, она может быть с обнажением, да, витков имплантата. Тогда мы говорим, что мы потеряли костную, ну, и у нас есть костная резорция. А может, без костной резорции будет ли метод меняться в зависимости от этого? Я не знаю, но думаю, что да. А если у нас без костной резорции, да? Абатмент у вас торчит. Вы имеете в виду абатмент? Да, ну, у вас лица... А, вот, ну что, то есть, высота весны изменилась, и у нас... Когда бывает такая история, кто-нибудь может мне сказать? Ну, потому что там идет трофейский... Нет. Знаете, когда? Это бывает даже первично. Когда есть пижи. Когда есть пижи. А-а. Самая стандартная ситуация. Фронтальные участки верхней челюсти, средней тяжести или тяжелой степени тяжести, парадонтит. Санированный, стабилизированный. Уровень костной ткани где находится? На одной, второй уже имплантат ставят как? В кость. Правильно? Его же не могут оставить как зуб у шейки. То есть, получается, что он будет у вас на 4 миллиметра торчать в десне. Его заглубляют, как положено, по уровень костной ткани. Потом приходит ортопед, делает длинный абатмент, ставит коронку. А что происходит с десной? У нее зуба нет, она не хочет жить вот с этим абатментом. К любым, там он может быть, циркониевый, металлический. Она не хочет на нем существовать. Там нету поддержки, у нее надкосница ушла. Там ничего нет. Что с ним происходит? Там может быть сначала распаление, а потом отроги? Она нет. Ну, мы говорим сейчас безвоспалительный. Да, сразу. Рецессия на абатменте. Это самая распространенная ситуация. Этот пациент открывает рот, и все становится понятно. При том, что даже при хорошем толстом биотипе происходит такая ситуация. Но это связано просто с тем, что мы обсуждали вчера с потерей поддержки. Почему в области имплантатов все пластические мероприятия усложняются коэффициентом 2? Потому что они все очень и очень тяжело. Мы ищем все время в переимплантной зоне пути питания для наших тканей, для мягких и для костной структуры. Потому что самое сложное в переимплантной зоне – это найти, откуда кушать. Потому что этот металлический штырь, он убил сосуды, вокруг все неживое. И питание получается только от опекальной части гребни альвеолярного. Потому что вот эти сосуды и капилляры, которые находятся совсем приближенно к реанальной переимплантной зоне, они уже очень несостоятельны. Помните об этом. У них уже нарушена поддержка от зубодесневой борозды, которая не существует. И, конечно, я сразу говорю, мы всем верят в то, что никакая слизистая, никаким шейкам, никаким абатментам не прирастает, не прикрепляется и не прилипает. Спасибо большое за все это. Мы не дискутируем эту установку. Вот этот коммерческий бред, когда вот эту вот обработаем шейку, и у нас туда приклеится десна, так не бывает. А можно выйти из этой ситуации без замены и конструкции? Без замены, да, сейчас я вам покажу. Я же вам не просто запутаю. Все, поговорили и расстались. А вы останетесь со своими вопросами. Это классификация американская, я ее просто на русский перевела, чтобы было удобно. Это то, как они, то есть это как бы классификация тоже с алгоритмом, да, они тоже, в общем, как бы пошли по такому пути, что не просто вот взять и классифицировать этот переимплантид, там переимплантов, как хотите его называйте. У человека проблема. А что с этим делать? То есть они делают вот так. До 4-5 мм они решают вот с такими ситуациями, то есть опять же с гигиенистами, с работой прогнетологической и решение с утолщением биотипа десны. И все, что дальше, из потери костной ткани, то хирургическое вмешательство, лечение с направленной регенерацией. И вот обратите, карман более 5, потеря кости, это удаление. Помечайте. Ну это чтобы вам показать, что я отталкивалась, естественно, но все равно не только свой опыт, но и знания каких-то других школ и университетов очень ценны. Люди же тоже сидят и думают, что с этим делать.